всем доброе утро давайте подтягивайтесь наша модель с вами опаздывает уже больше чем на полчаса мы с вами начнем разводить краситель потом когда мы с вами нанесем просить я вам расскажу как он работает и почему выбрала я эту модель вы сейчас сами увидите своими глазами дело в том что у нас с вами прямой краситель будет или а девушка у нас имеет седину и она не хочет краситься мячной краской потому что меняется качество волос поэтому мы с вами будем работать с помощью римина закрашивать седину я вам сейчас это все буду показывать поэтому давайте с вами сейчас разведем красители и дождемся нашу модель она обещала вот-вот уже подъехать навигатор не пишут осталось несколько минут московские пробки сами понимаете что это такое давайте с вами приступим тогда к разведению нашего красителя так сейчас я вас опущу наши весы значит смотрите что мы с вами берем так сейчас секунду отлично скажите пожалуйста меня слышно напишите пожалуйста слышно ли меня хорошо давайте я посмотрю подключилась я вроде да я должна подключиться напишите пожалуйста слышно всем и давайте приступим слышно все отлично девчонки мальчишки еще раз доброе утро спасибо найдя так давайте начнем у нас девушка с вами она не темненькая она светленькая достаточно поэтому мы будем красить ее уровень девятки и вы сейчас увидите как я это буду делать она такая золотистым медным отливом вы сейчас посмотрите почему я решила выбрать эти оттенки потому что это ее типаж это приближено будет ее цвету волос к натуральному и давайте с вами будем разводить пока она бежит значит для этого что я беру мы берем с вами 9 гб сейчас мы с вами разводим на ковню дальше я беру н.б. 10 н.б. н.б. 9 б. Вот здесь у меня всего 5 грамм, поэтому мне этого мало. Берем сольную. Взяла 15 грамм и здесь я еще возьму шестерку, МГ-шестерку, тоже в золотых оттенках. Но почему я беру эту краску? Потому что здесь содержится пигмента больше, чем в десятке и в девятке. Помните, чем у нас темнее цвет, то есть чем ниже УГТ, тем больше у нас пигмента содержится в красителе. 5 грамм. Взвешивайте, пожалуйста, все на весах, пропорцию запишите и все очень хорошо перемешиваем. Краска на вид очень вкусная, как желе. Эта краска может подождать нашу модель, с ней ничего не случится, процесса окисления не происходит. Потому что у нас краска Иллюмин, она основана на прямых красителях и работает так же, как прямые красители. Вот она мне уже написала, что бежит, так что сейчас мы ее с вами увидим. Так, вы посмотрите, как вкусный у нас получился цвет. Очень аппетитный такой желе. Все очень хорошо перемешайте. Берем перчатки, поехали на место. Сейчас она приедет. А я сейчас попробую в основе найти палитру, у нас у меня есть, показать вам оттенки. Вот у нас карта, наша оттенка Иллюмин. Здесь очень красивые цвета. Видно, такие очень насыщенные цвета. Все цвета между собой вы, конечно же, можете смешивать. В пределах, конечно, разумного. Если вы хотите, видите, можете сделать экстремальные цвета. Но для этого, конечно, у вас тоже должна быть новая база. Это вот более натуральные оттенки. И мы с вами, как правило, выбираем из этих вот оттенков. И составляем для нашей модели. Спасибо большое, Возди Василиша. Наша модель пришла. Сейчас я вас познакомлю. По этому поводу я вам еще попозже расскажу, когда она будет сидеть в краске. Сейчас я приглашаю вашей головой. Давай, выкидай все. Я всегда праздник буду. Присаживайся. Куда? Сюда. Так, вот, познакомьтесь, девчонки-мальчишки. Ни-и-и-и. Это наша модель. Здесь дали. Ни-и-и. Сейчас я разверну вас. Вот смотрите, почему я выбрала. Видите, сейчас мы найдем ее натуральный цвет волос. Видите, он приближен к тому, что мы с вами размешали. Вот, посмотрите. Но у нас проблема с височной зоной. Видите, какая белая височная зона. Для того, чтобы не портить волосы. Посмотрите, везде все остальное нормально. Седина есть, но она такая идет, не очаговая. А очаги у нас в основном у лица. И не хочется портить качество волос. Так, давайте поверну. Качество волос портить не хочется, поэтому мы выбрали этот краситель. И вы сейчас увидите, как он будет работать. Так. Все, я вам показала. Сейчас я вас обратно разверну, и будем работать. Так. Как мне вот это вот теперь убрать? Нет, вот это у меня вышло теперь. Она потом потухнет. Так. А, петра может быть потухнет, если она не идет. Одевайте, пожалуйста, обязательно перчатки. Как мне убрать? Опять линия появилась. Она свободная поля, если круто. Ну, бесполезная. Опять вышла вот эта фигуня, не знаю, как ее убрать. Не уходит она, так и будет болтаться. Как всегда, не спрашивайте. Вы сами знаете ответ, почему я начну теперь в седицах. Потому что седины здесь больше. Вы пока придумывайте вопросы. Пока я на нашу краску. Будем на них отвечать во время выдержки. Во время выдержки. Время у нас будет. И мы с вами поговорим. Так, видишь, скажем, какие-то изменения еще не поставить, что будут? Все будет прославлено на 70? Все будет прославлено на 70? То есть, полегче сделать? Да, да. Ну, немножко сверху, чтобы, знаешь, еще там, знаешь, укладывались такими этими. Ну, я помню, вороночки. Да, да, да. А так, Оля, прям отлично. Вот на поле, да? Ах, я стригла. Ну, хорошо. Девчонки, значит, у вас сегодня еще будет возможность увидеть стричку. Так что оставайтесь с нами. И будем сейчас с вами дальше болтать. Прямо твои, да? Ну, прямо для. Тебе? Нет. Это по-другому. Которые, по-другому, вы знаете, смотрят, да. Она слышит ее? Слышит, конечно, наш пенок. Нет. Звезда улепила. Да, звезда. Звезда, Ириша, это была ваша неожиданность у которой? Потом сглаться нельзя. Торогать? Можно, почему? Тебя все поймут. На пробке всегда можно. Пока вроде твуляет. Даже это. Не для прямого эфира. Я так это прям. Ну, ужас. Я выехала, еще говорю, Гриша, я поеду не на тебя, давай я тебя на институт покинюю. Ну, знаешь, вот. И они как раз-то, я помню, поворот этот, садовку. Эля, они все лезут, ты понимаешь, вот со второго ряда. Мы стяжемся так, как сильно не ходят. Ну, так же, да? Пусть чуть-чуть может начнется. Вот, ну, как бы, мы тоже, да? Чуть-чуть займемся. А так, у нас ваш шок. Вот, смотрите, девчонки, когда ваш клиент приходит и говорит подстригить именно так же, как в прошлый раз, вы обязательно должны понимать, что так же, как в прошлый раз, не будет. Да, но надо все равно постараться разобраться в стрижке, да? То есть мы с вами будем смотреть стрижку, что вы в прошлый раз стригли, для того, чтобы попытаться повторить. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 , что у вас с кожей не соприкасалась краска. именно на темный краситель. это мы с вами сделали. Поехали. разводить на плену. Смотрите, у меня тут осталось, может быть, грамм 5, может быть, 7. Так как у нас краска эта не имеет срока времени, вот она там начала работать уже на волосах. мы с вами засекли время, нам нанесли корни и засекли. А сейчас мы с вами разведем уже на волосах. Так, опять же 9 гб берем. Что ж какое-то сушение. Так, 10, 9 гб берем. И здесь мы с вами будем использовать клей для того, чтобы нам не затемнить длину. Значит, я взяла 9 гб, 9 бк по 10 грамм и 20 грамм клей. опять же хорошо перемешивайте до однородной массы. И здесь мы с вами лучше использовать расческу. Пожалуйста, обязательно читайте по инструкции производителя или спросите у технологов ваших красителей, можно ли использовать расческу во время окрашивания. Почему? Потому что не все разрешают прочесывать краску. Лот-лот, когда работаем цилинином, он разрешает это делать. Поэтому мы с вами будем прочесывать для более равномерного нанесения и плюс для смешивания цвета. То есть как бы делать будем небольшую растяжку. Так как вы помните, у нас на корнях один оттенок, на концах другой. Вот для того, чтобы все мягко перешло, мы с вами будем прочесывать. Обязательно хорошо перемешайте до однородной массы. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok гуслые здесь мы с вами справились обязательно посмотрите чистая ли машина девушка либо нет чтобы она не испачкалась пока будут сидеть помните время я уже засекла когда нанесла полы мы с вами сидим 30 минут от того времени дальше события нам осталось двадцать так за это время я вам сейчас расскажу про краску все за собой все убрали перчатки сняли все выбросили так давайте возвращайтесь сейчас самое будет интересное точку может быть не знаете может быть знаете освежите память так как я вам уже говорил палитра у нас достаточно большая и здесь не исключение у нас с вами когда мы говорили про натуральные оттенки если вы посмотрите здесь золотистые есть натуральные есть и это не исключает правило то есть если вы с вами говори про закрашивание седины то седина у нас закрашивает гораздо лучше если у нас с вами натуральные и золотистые оттенки в прямом красителя и люмен то же самое поэтому чтобы закрасить седину лучше мы с вами берем и используем именно краски которые имеют букву n и gold ну если конечно вашего девушка хочет более холодные цвета посередина конечно закраситься хуже но все равно затонируется может быть как нибудь я сделал вам прямой пирс холодным цветом здесь будет закрашивать очень хорошо значит еще одно исключение вот прямом красителе вот именно этой краски вы можете сидеть не полчаса а минут сорок на корнях и тогда будет закрашивание еще лучше но только не передержите на длину потому что краску кое-то затемнение именно я говорю про сильно на корнях давайте теперь посмотрим как работает этот наш краситель так видно доску будем сейчас с вами рисовать давайте вспомним что такое вообще волос здесь у нас с вами чешуйки вокруг все прямые красители как работают они проходят глубоко они проходят чешуйки то есть не глубоко от поверхности находятся здесь будут располагаться и за счет этого за счет того что волос у нас в краске вот эти молекулы они большие вообще давайте начнем с химии значения волос как вы знаете у нас состоит из положительно заряженых частиц на то есть у нас с вами здесь плюс плюс в этой части дальше 7 здоровую часть у нас плюс 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 и больными часть которая считается уже больно ослабленной это длина и тут у у нас уже плюсиков просто прямокраситель так же как и маски и кондиционеры он имеет отрицательный заряд поэтому когда мы с вами красим на вот наши молекулы с краской они естественно отрицательно заряжены и все эти молекулы наши они что делать они у нас соединяются с блюзиком за счет вот этого действия проникает вглубь краска краска проникает сюда держится за счет силы соединения плюса и минуса вот таким образом работает этот краситель и что самое основное он проходит глубоко он ложится под на верхний слой под кутикулу получается так что волосы наполняется и путикула как бы так как волос более плотненький чешуйки закрываются и получается волос более ровный более гладкий более блестящий этот краситель считается лечебным красителем как и любой кислый краситель что вы тоже эти можете пользоваться но не забывайте на том как работают и почему потому что если у нас с вами сильно пористый волос а значит соответственно это такие волосы обесцвечены и убитые когда влево химическими завивками либо долгим окрашиванием смотрите по качеству волос и соответственно чем сущий волос тем больше плюс у вас здесь и краситель у вас может осесть поэтому желательно если вы обесцвечиваете волосы вы когда будете тонировать используйте на каждую зону отдельное разведение отдельную пропорцию смешивания с помощью клера вы можете регулировать цветность насыщенность фигментами иначе если вы сделаете по всей длине то же у вас просядет цвет на длине на концах и будет просто некрасивый оттенок то есть будет очень затемненная нижняя часть это тоже пожалуйста учитывайте и не значит есть еще одна штучка сейчас я вам принесу она идет для выравнивания структуры волос вы можете использовать ее перед нанесением краски по всей длине вот эта штучка вы наносите по всей длине за счет этого мы с вами выравниваем структуры волос то есть мы немножко выравниваем плюсики по длине за счет этого у нас с вами более равномерное распределение краски краска будет ровнее ложится на длину еще раз говорю не передерживайте краситель он может уйти в затенение и так как у нас с вами нет волшебства краска должна завершить свои действия и должны остаться внутри волосы не вылезти они вылезти обратно еще раз напомню молекулы крупные у илюмина и глубоко они конечно же внутри волосы пролезть не могут и для того чтобы мы с вами завершили действие нам надо будет использовать фиксаж у илюмина есть фиксаж называется он блок написано вот здесь дальше есть сверху также ваша большое название используем его обязательно по истечении времени вы моете шампунем именно и люмен шампунем он как бы завершает процесс и дальше фиксируем фиксажем называется лук лопа уйдет 5-7 минут не больше на длину это все убедите я вам все это покажу значит посмотрите что касаемо нашего голоса если вы помните как мы с вами дальше с масками работаем с кондиционерами я тоже здесь пока я нарисовал вам схемочку напомню у нас с вами еще расходы не не одинаковые структуры волосы естественно более здоровый волос этого корня дальше такой средненький и концы конечно же сухие когда мы с вами стараемся лечить волос наносим маски либо кондиционеры то каждый раз мы когда смываем нанесли кондиционер и снова и вы чувствуете что у нас здесь гладенько а здесь еще вот не очень мы смыли в кондиционер нанесли второй раз на зоны где у нас где у нас еще на ощупь волос пористый нанесли второй раз растянули все хорошенечко причесали помассировали волосы погладили смыли и дальше пощупывал опять волос если волос еще недостаточно гладкий мы с вами наносим третий раз нужен на последнюю зону то есть мы с вами можем наносить кондиционер как вы понимаете от одного до трех до четырех раз все зависит от длины и от качества вашего клиента не вашего волоса вашего клиента поэтому так же работают у нас кондиционеры и маски и не забывайте о том что маска тоже имеет минус и соответственно она будет больше попадать на эту часть чем эту но старайтесь конечно маски на кожу головы наносить потому что как вы понимаете у нас есть на кожу головы поры для того чтобы не перегрузили и поры у нас работали не поверилось перпать все-таки старайтесь маски отступать где-нибудь сантиметров на 5 от корней на длину потому что 5 сантиметров питания достаточно своего естественного волоса питать 5 сантиметров сто процентов хватает а все остальное волосам надо помочь и начиная от 5 сантиметров мы с вами прочувствуем по всей длине накладывай наши кондиционеры и маски есть конечно маски которые специально для корней а так и написано для корней те которые написаны для волос используйте для волос вы поняли какие-то вопросы напишите мне пожалуйста понятно ли как работают этот краситель так как это кислый краситель и вы сами понимаете что у нас всякие кондиционеры маски будут уже на основе кислых красителей не красители кислые основы работают именно плюс и минусы за счет этого идет притяжение то есть либо эта краска либо эта маска отрицательно завяжена притягивается самым самим крестиком то есть где больше крестиков плюсиком но соответственно сюда больше и попадали поэтому у нас с вами бывает перегруженность волоса маски скорее всего нет если вы будете правильно наносить правильно уберете маску а в красках происходит именно вот такая реакция пишите свои вопросы я что не хочу вам все цвета из палитры мы с вами можем смешивать между собой для того чтобы получить индивидуальный цвет у нас есть также очень много красители которые достаточно яркими вот эти вот яркие красители они действительно получаются сочными очень яркими но вы не забывайте что это у нас на нулевую базу видите здесь 10 вы используете один плакончик и у вас эти цвета будут получаться на каждом уровне вот например заточьте смотрите вы взяли желтый здесь вот конкретно желтый цвет и вот смотрите как будет выглядеть этот желтый цвет если вы будете наносить на разное убит и если это 10 он будет интенсивный то есть если это наша база будет нулевая если эта база будет трешкой вот посмотрите какой цвет видите достаточно натуральный красивый оттенок блеск реально безумный очень красивый блеск от этого красителя и и также видите если мы с вами на десятку нулевую наносим достаточно медные цвета то на выходе на трешке видите меди как таковой нету такой спокойный коричневый с легким медным отрывом так же как и здесь видите зелени у нас нет на трешке здесь получается такой матовый цвет очень красивый матовый цвет холодный так что это супер красители используйте если вы используете прямые пигменты других красителей их полно их много где делают вы можете также добавлять и в маску эти прямые красители пусть вы если делаете свои крафтовые маски для лечения то вы можете цвет для того чтобы поддержать оттену в домашних условиях как быть в маску цвет который нужен вашего клиенту создайте его капните и клиент будет поддерживать также дома в домашних условиях вот это вот у нас уже видите холодные цвета тоже естественно черный это единственное наверное которое на черный ложится все остальное видите с черным не работаю я вам уже показывала где-то у меня там предыдущие окрашивали когда я соединяла топшик на корнях и по длине илюми вот я как раз брала тоже из этой палитры цвета я брала вот здесь у меня сделаем здесь опять цвета нет наверное у меня старая карта я брала основу 10 нб в той краске и брала немного нб5 для того чтобы получить более такой шоколадный цвет на уровне десятки потому что 10 нб он конечно красивый цвет но он недостаточно бежевый я хотела бы создать более такие бежевые как офисного цвета и у нас получилось вы видели но сейчас мы создали золотистые сверху и сверху медиа такой более натуральный вы видели натуральную базу нашей девушки уготэ у нее восьмерка достаточно светлая но так как у нас восьмерка уже стала седино и она стала почти девяткой поэтому мы с вами работаем вот у нас уже с вами 15 минут прошло мы сейчас с вами я перевезу вас уже туда и буду показывать дальше как мы можем потихонечку будем передвигаться с вами вы пишите какие то вопросы чтобы я успела вам ответить что дальше мы с вами будем стричь после мытья и мне уже будет некогда отвечать потому что мы немного опоздали немного уж извините мы опоздали и дальше у нас появился я схемы не успею рисовать мы с вами будем стричь и вы сразу по ходу каждое движение будете зарисовывать договорились давайте вопросы пока я еще не начала мыть я сейчас вас отвезу и мы потихонечку пойдем и реша пойдем потихонечку а что интересно не отключаюсь нет 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 Девчонки, у нас шампунь, как я вам говорила, Ирина. Девчонки, аккуратно, кладете до улета, пересчета чуть-чуть, баскину вниз, такиски. Девчонки, так, вот. Снимана, да? Да. Так, я забыла вот принести. Можем помнить, Саша. Саша, как всегда, вы его делаете и смываете тоже. Хорошо. Мойте в перчатках. Потому что, видите, я там уже кожу, а уже руки испачиваю. Глядите своя ручка. Поехали. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сначала все хорошо, смывайте водой. Просто берем шампун. Кстати, рюмой можно накладывать и на мокрые глобусы, подсушенные полотенцем. Если вы сначала сделали спрежку, либо когда вы будете тонировать, так же можете, если вы обвести вечную литону или хотите придать какой-то вам клипчик, другой дополнительно, или полечить волосы, вы можете тонировать уже на влажные волосы. Или не работаете важные волосы. Но так как у нас с вами окрашивание седины, поэтому нам надо на сухую. Мы просто не разводим, не раздавляем, но надо концентрировать. Я тоже красила, поэтому давайте хорошо все помыли. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И аккуратно наносите. Я, как правило, в первую очередь наношу на наши зоны, которые все было. И потом, наверное, я уже по всей другой. Дальше по всей другой. Продолжение следует... Поддерживаем. Такие конкуренты... пока клиента вы можете за собой убрать вы можете руками продолжать разносить волосы по качеству не меняются волосы очень мягкие шоколистые а этот краситель очень здорово отличается от мягочных красителей и внешне и на ощупь тоже и и Время смыли и наносим кондиционер, кондиционер вы также наносите, если волосы очень длинные и сухие, вы наносите в 1-4 раза, так же чтобы держались, наушники все время упадут. Но на самом деле, после юлины кондиционера очень мало, потому что волос безумно гладкий, то есть очень некоммерческая система. Такой ролик готов. Обрату надо надевать. Сейчас, пойдем. Кожак себе вручную. Еще я тоже не буду надевать, потому что не консованы и красные, и на тело следы. Так, волосы от джамы и... Что-то нужно. Что-то у меня тут со солнечными действиями. Не надо, появляется не. Так, волосы от джамы. Так, волосы от джамы. Вот теперь, как вы любите, это для вас сюрприз. Я вам не писала, чтобы выстрелить. Надеюсь, вам понравится этот сюрприз. Обязательно протрите шею. Я вам вижу. Так. Попадает кожа сюда. Сюда надо его примотать с кучей. Ха-ха. Так, сейчас я вам покажу в мокром виде. Обязательно протирайте. Обязательно протирайте. И ушки тоже. Сейчас я вас поднесу поближе, девчонки. Разверну и покажу височки наши. Так. Вот, смотрите. Видите, височки подтонировались. Вот, в мокром виде хорошо видно. Вот, видите, височки у нас покрасились. Сейчас будем потом сухом смотреть. Угу. 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 Так меня слышно, что я уже 25 раз уронила. Потому что уже и разбила. Уступай к свежке. А ты длину не сильно хочешь? Да, подвидеть? Длину не хочется сильно убирать, но хочется уметь все-таки объем. Поэтому будем сохранять условия и пожелания наших клеток. Центральный сагиталин, да, Промов? Как всегда. Убирайте вес на этого мышления. Так, начинаем с затылочной зоны. Вы можете, если вам удобно разделить на две части, то есть продолжить центральную программу, я не буду делить, я буду вам показывать сразу так, у меня на это сильно много времени. Но вы себя по схеме нарисуйте вот так. Деление у нас на 4 зоны. Видите, длина у нас выше нашего воротничка, вернее ниже. Поэтому мы немножко опускаем линию, опускаем голову нашей модели. И у нас с вами натяжение 0. Это будет первая линия. так как мы сильную длину не убираем, как договаривали. Поэтому здесь где-то будем освежать, ну, может быть, миллиметра 3. Так, не видно, да? Давайте с другой стороны. Так, не видно, да? Давайте с другой стороны. поднимаемся пальчиками и дорабатывайте. Вот вы прижимаете. Видите, появились какие-то волосочки небольшие. Дорабатываете. То есть у нас с вами ноль. После того, как вы проработали, обязательно проверяйте лево-право. Поговорим у тебя ровно. И не забывайте смотреть на клиента, чтобы никуда не поворачиваться. Следующий блок. Мы с вами также постригаем, подтягиваем все к нашей окантовочной линии, которую мы задали. И раз она хочет полегче, вы делаете по окантовочной линии. Не надо удлинять, не надо делать наложение 5 на 5 с удлинением. Просто наложение 5 на 5 без удлинения. По нашей окантовочной линии мы с вами постригаем. Потому что в сухом виде они приподнимаются чуть-чуть. Будет нижняя линия легче. Так же с вами отчесываем и дочищаем шильку. Если вам мешается воротничок, вы можете немножко наклонить голову на руку. И проработать так же, чтобы вы наклонили и проработали. Проверяем. Проверяем. Опять же. Мы задаем тоже зону. Длину. Чтобы все у вас совпало. Следующий блок. Вот здесь давайте теперь уже переходить на равномерные приоритетки. то есть натяжение 90 так как она хочет немножко легче заполок натяжение 90 по центру взяли 5 но сами здесь вот уже просто становится контрольный для нашей длины натяжение 90 и наши контрольные хотя вам сбоку покажи вы увидите вот она контрольная точка наше натяжение 90 все дальше переходим переходящий контрольный следующий шаг переходим вы делите центральную пополам берете следующую и нет если мы еще раз делим уже простриженную опять же натяжение 90 у нас с вами есть контрольная с той стороны контрольная внизу соединяем вот эту зону мы с вами уже подтягиваем которую за ложку также повторяем с противоположной стороны центральную делите пополам это наши контрольные берем немного следующего блока и вот последний прядь за ложка мы уже подтягиваем к нашей третьей пряди так как всегда соединяем в одной линии 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 у нас с вами это естественно верхняя это наша будет контрольную ищем соединение этих точек всех так как это равномерная спешек так как это равномерная стрижка равномерная форма значит соответственно штук у нас с вами повторяется форму голову кроме последних последним и с вами для того чтобы не зарезать подтягиваем Подтягиваем. Проверка обязательно. Проверяем. Берем за мной и тот же губер. Протягиваем, подтягиваем. Все у нас все делается. И смотрим, здесь внизу есть и хвостик. Если хвостик есть, вы убираете. У меня его нет. Но, во всяком случае, я все равно щеркнула. Потому что можно незаметно с каким-нибудь великим у вас очень. Если у вас клиентка плодила. Так, взяли. Отделили следующий блок. Опять же берем центральную. Как видите, я стригу сегодня не диагональными прядями, а вертиканальными. Так же натягиваю 90 в голове. Вижу свою контрольную. И простригаю. Делю пополам. Вижу следующую. Перешла. Натянула 90. Растугаю. Вижу свои контроли. Делила пополам,взяла следующую. Перешла, натянулае. Видите, контроли у меня все еще те же. Не имеются. Разделила, взяла следующую. Вытянула, перешла. Последнюю подтянула в предпоследок. Взяла зеркально, контролировала, работы разделила, взяла последнюю подтянула, срезала. Последнюю подтянула. Проверку делаем. Сейчас я вам покажу. Показать я вам хотела линию. Вы увидите, что линия будет повторять форму головы. Также проверяем наши уголочки. Если есть, то выравниваем. Переходим в верхнюю затылочную зону. Давайте я подниму, чтобы вы видно. Также отделяем от центра до нашей проработанной углы. Теперь мы будем повторять форму головы с 90-90. У нас равномерная форма стрижки здесь. Давайте чуть-чуть отодвинуем или поднимаем. Чтобы вам видно было. Помните, да? Даже блок, который мы поставили, мы нашли. И целеходим дальше. Здесь я разделила опять же. Следующую взяла. Натягиваю. Распределяю. Не торопясь, идем. Обязательно соблюдайте натяжение. Внутри. Распределяю. Затем. 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 Переходим. Здесь у меня прогулки джагозяльные. Лучики. Последний. Оттемия. Повторяйте. Последний. Внутри. Так же прогулковую. Вот так. Затем на руку побывали. Так. Затем на руку побывали. Так. Так. Натягine. Повторяйте. Так. Так. Да. Разрешиваем. И так. Это делаем. Разрешиваемый. Так. Продолжение следует... 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 Сосправили под длину, чтобы вы уже видели, как мешочки покрасили. Видите, листилочки наши уже покрасили. Сосправили под длину. 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 И мы немного дорабатываем. Чтобы не было у нас топорных линий. Тяжелых линий по краям. Как себя. Опускаем полы eğленка. на том чтобы нос не чесался. Чтобы ничего не попало. И продемонтаруем под длину. Прорабатываем длину. Но не сильно дуем. уточняйте вашего клиента любят ли потому что есть глубокая филировка есть только по краешку мы с вами делаем по краешку для того чтобы просто смягчить линию среза уточняйте вашего клиента любят линию среза и уточняйте вашего клиента любят линию среза и уточняйте у нас нет с вами желания сейчас волосы здесь свои поэтому это облегчит их вытягиваем в центральной точке к самой танки так Спасибо. Вот этот затылок я не буду облегчать, потому что все-таки она любит вот эту зону чуть-чуть потяжелее. Я взяла и чуть-чуть смягчила только вот эту среднюю линию нашу. Давайте еще раз я вам покажу. И только по полочкам. Вот так. Все сейчас сдуваем. Здесь уже вы можете отсидеть, какая красота у нас получилась. Сейчас я распаковываю и вам вещи тут пишут. Теперь мы с вами поближе посмотрим цвет и что получилось. Так, поехали. Вот она наша звезда. Поворачивайся давай. Давай посмотрим сразу на стрижку. Сделай себе руками как ты ходишь. Вот так вот смотрите. На мой взгляд очень симпатичная получилась. Давайте посмотрим как выглядит затылок. Поиграем на ночь с затылком чуть-чуть. Ну ты можешь рукой нам завести, чтобы вы видели какой вот у нас объем. Видите? Получается равномерная форма стрижки. Ну соединение естественно у нас с вами массивный, равномерный и у лица у нас асимметрия на топ зоне. Так что давайте вы пользуйтесь. Так, вот наша звезда. Спасибо, Емиш, большое. Ну все, мы с вами тогда прощаемся. До следующей встречи. Пишите вопросы, я вам отвечу на них как всегда в комментариях. Все, как всегда до учебы. Давайте приходите живьем. Будем ручку ставить. Подписывайтесь на меня и спасибо вам большое, что вы меня смотрите. Всех люблю, берегите себя. Пока-пока. Спасибо.